Открытие новых точек РУСТа, поддержку педагогов и ремонт школ обсуждали глава региона Алексей Русских и министр просвещения Наталья Семенова. Глава ведомства подвела итоги работы сферы образования в 2023 году. Здесь регион может похвастаться неплохими результатами. Уровень образования на самом высоком уровне. Область одна из лучших в стране. Поэтому планка не должна упасть. В регионе уже пять лет реализуется национальный проект образования, инициированный президентом Владимиром Путиным. За это время в ульяновских школах открылось 245 точек РУСТа. Это федеральная сеть центров дополнительного образования. Точки открываются в сельских школах и школах малых городов. Также в сеть учреждений дополнительного образования входит Центр поддержки и развития талантливых детей Аллы и Паруса, Айти-кубы, Кванториумы и Дом научной коллаборации. Мы создали почти 6000 новых мест в образовательных организациях. Это все, что касается дополнительного образования. И, Алексей Юрьевич, лично я считаю, что дополнительное образование, несмотря на то, что это звучит, доп. образование, пожалуй, это знак равно с общим образованием. Потому что именно в доп. образовании ребенок раскрывает свои желания, интересы, таланты. В этом году в школах региона откроют еще 14 точек роста, один Айти-куб, а в 39 школах закопят новые компьютеры. Еще три Кванториума откроют при образовательных учреждениях. Если раньше, в самом начале реализации надпроекта, мы открывали Кванториум как отдельное учреждение, до которого тоже детям надо добираться, то теперь в школе тоже во второй половине дня дети будут заниматься по различным кванторам. Да, мы подбираем там, где ресурсно есть такая возможность. В четырех сельских школах планируется ремонт спортзалов. В шести образовательных учреждениях будет приобретен спортивный инвентарь. Кроме этого, продолжается строительство второго корпуса губернаторского лицея номер 100 на 550 мест. Открытие планируется в декабре. Также в новом учебном году 13 земских учителей приступят к работе в Ульяновской области. Федеральная программа предусматривает единовременную компенсацию в размере 1 миллиона рублей учителю, прибывшему на работу в село, поселок или город с населением до 50 тысяч человек. Анна Тищенко, Управда ТВ